А можно прямо отсюда купить? Мы отсюда и подаём их. Слушайте, вообще супер. И пробовать вы их будете отсюда. Два вида сыра. Шайбочки это один из сыра. О, как вкусно. Булочки это сулугуни, он с добавлением овечного молока. У них есть такое свойство, сколько суток коптите, столько месяцев хранится. То есть это сыры суточного копчения хранится будут два месяца. Двое суток коптите, два месяца и так далее. А это все суточные? Они суточные, да. Но никакой продукт вечно коптить нельзя, у всего есть свой срок. У сыра или сроки 7 суток, вот что получается. Ну, как бы. Можете понюхать, молоком до сих пор пахнет. Как его съесть? Молоком пахнет. Как вы думаете? А как, ну, я думаю, что разогреть? Распарить. Распарьте на водяной бане, влагу впитает больше и мягче станет. Черноту снимите, готовы к употреблению. Вкусовые качества, витамины остаются при нем, при условии того, что конкретно этой головке 10 лет уже, около 10 лет. До сих пор съедобная, до сих пор молоком пахнет. Ну да, в плесени нет. По коптению вопрос есть какие-нибудь? Да нет, все, я... Нет, единственное, что вот он как делает, взбивается, да? Адегейский сыр. Ну, как? Адегейский сыр, если вам кратко рассказать, молоко, сыворотка. Все, что нужно, молоко залили. А сыворотка покупается, да? Сыворотка из молока. Лучше из молока, продажная, которую покупать, она вряд ли хорошая будет. Потому что... Молоко скисает как сыворотка, молоко скиснет, три яруса образуются, самый нижний ярус, там сыворотка. Ее сливаете, ну, верхние два яруса сливаете, остается сыворотка. Я просто, ну, там, немножко интересовался раньше, там, наши, там, ну, там, где-то в России, там, делают, под Москвой, они сыворотку покупают. Ну, ну, как бы, не знаю. Но молоко они, правда, покупают у совхозов пить его. Ну, уже коров едут. Да, да, натурально. Да, да, такое лучше покупать. Потому что, ну, чтобы сыр получился, жирное молоко нужно. Если будет не жирное молоко, сыр уже не будет. Да, да, да. Свой, потому что у нас сходят и на сыр этот молоко, и на мясо у нас изготавливается. Выходите в беде, зубочистки берите и угощайтесь. Итак, на дырочке у вас есть три линда сыра. Первый вид сыра у вас изображен в форме квадративого. Это сыр-балык, вот так вот он у нас выглядит. Вот этот? Да. По-другому этот сыр мы называем охотничьим сыром. Хранится он у нас до недели без холодильника, в холодильнике две три недели. Стоит 150 рублей. Это круг, вот этот? Да, это толстый. Блядочка. Второй вид сыра у вас уже нарезан в форме ломтиков. Это сыр-косичка, вот так она у нас выглядит. Этот сыр по-другому мы уже называем чечилом. Хранится он у нас только же, сколько и балык. До недели без холодильника, в холодильнике две три недели. Стоит 250 рублей. Эти два вида сыра, балык и косичка, сыр холодного копчения. Переативить сыром мы не коптим, это вязанка со специями. Вот так она у нас выглядит. В этом сыру у нас есть такие специи, как хоубен, чебурец, паприка, ихмели, сунели. То есть там у нас нет ни аджики и ни перца. Маленьким детям, кстати, тоже можно давать. Также этот сыр у нас сравнится до пяти дней без холодильника, в холодильнике до десяти дней. Стоит 300 рублей. Теперь переходим к сырам горячего копчения. Первый вид сыра продегустируем, это будет адыгейский сыр. С адыгейским сыром ранее были знакомы? Мы его пробовали сейчас вот при входе. Где? Нет, но мы... В Питере продается адыгейский сыр. Нет, при входе мы в 33-е водопады видели. Но мы решили у вас посмотреть. Хорошо. Этот сыр у нас, смотрите, для взрослых подходит под такой напиток, как вино. Для детей это чай, кофе или какао. Друзья, как проверить, настоящий ли мы купили адыгейский сыр, знаете? Нарезаем сыр так же, как и я, квадратиками. Кидаем на сковородку и обжариваем. Если сыр у нас обжаривается как картошка, приобретая золотистую корочку, то это настоящий адыгейский сыр. А если сыр у нас расплавился, то это подделка. То есть адыгейский сыр плавится у нас не должен. Можно, да? Конечно, кушайте. Теперь переходим ко второму виду сыра. Это будет сыр сулугуни. Сулугуни знакомы? Да, тоже попробую. Сладенький, да? Да, да, да. Этот сыр у нас идет с небольшой кислинкой, немного солоноватой. Ну вот мне такой нравится. Из-за этого подходит под более крепкие напитки. Если быть точнее, подходит под такие напитки, как чача или коньяк. С чачей знакомы? Ну не, мы не пьем. А, понятно. Понял. Также смотрите, этот сыр у нас уже имеет свой свой плавица, поэтому мы его никак не проверим. Но зато мы его можем добавить в такие блюда, как пицца, хачпури или хачпури по-аджарски. Хачпури по-аджарски ели? Нет. Это лодочка с яйцом? А, ел, ел давно, да. Все понятно. Итак, теперь переходим к союм. Адогейский сыр у нас выглядит в форме шайбочки вот так же. Шайбочка стоит 500 рублей. В сулугуни же у нас выглядит в форме булочи вот так вот. Стоит тоже 500 рублей. Друзья, не менее важно, как перевозить наши сыры. Как я вам сыр заворачиваю, так мы его и перевозим в открытом виде именно вот так вот. Ни в коем случае сыр мы таким образом не заворачиваем, потому что у нас запреет и запотеет, покроется белопленочкой. Чтобы этого избежать, либо же перевозим сыр так, как я вам показал, либо перекладываем в тканевые вещи. Допустим, полотенчик, марлю и любин. Чтобы сыр у нас дышал. А сколько его, в течение какого времени его надо съесть? Ну, смотрите, он хранится у нас до двух недель без холодильника, в холодильнике до месяца. То есть, получается, они по 500 у вас, да? Диана, тебе какой вот, смотри, я тебе дам на выбор, пусть Диана решит. Первый, смотри. Вот этот. И второй, смотри. Вот попробуй второй. Да, они оба. Вот этот. Какой из них? Оба. Они прям вот натурально, вот так делается, вот по старинным рецептам, да? Блин, ну, я сейчас... Давай его два возьмем. А мы их съедим за столько дней? За две недели ты что не съесть? Без холодильника. Да скидиво, нет. Может, скидочку сделаете за два? Нет? Скидку не сделаете за два? Мы делаем, если купить каждого сыра по одному виду. Ну, давайте два и вот этого надо отдадите, мы сейчас поедим. Я просто не могу. Сейчас мы его... Очень вкусный, спасибо вам. Вкусный. Нет, они отличаются даже от тех сыровых. Дианчик, можно, да? Да. Пусть Диана поест, потому что она голодная. ГОВОРИТ ПО и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»